Ну что ж, «Утро на седьмом» продолжается. У нас в гостях очаровательная, потрясающая гость Екатерина Михейцева, заместитель директора Музея Западного и Восточного Искусства. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! С профессиональным праздником! С праздником вас! Спасибо большое, спасибо! Я хотела бы также поздравить всех музейщиков, всех людей, которые причастны к работам музея, с Международным днём музеев, с профессиональным праздником и пожелать, главное, сил, вдохновения и больших, сложных, интересных творческих проектов. Что готовят сегодня Музеи Западного и Восточного Искусства? Ну, сегодня мы празднуем «Ночь в музее». Это международная акция, которую каждый музей проводит для своих гостей с целью показать, как бывает интересно, необычно и уникально в музеях. И сегодня мы проводим акцию под названием «Нить Ариадны». Вечернее практически театральное шоу по мотивам греческих мифов с тематикой древней Эллады. Вы сможете погрузиться максимально в мир античной эстетикой, античного искусства и культуры. Гостей будете, наверное, переодевать, да? Греческие костюмы. У нас запланировано масса всего, и в том числе переодевания, облачения в античные тоги, хитоны, прически для девушек смогут себе заплести греческие прически. Ну а самое главное в том, что это будет сценарное мероприятие, в котором будет множество тайн, множество всяких интересных квестов, заданий, когда герой Тесей будет проводить по лабиринту Минотавра в поисках красавицы Ариадны. Знаем, что чаще всего подготовка к музейным ночам. Для нас-то, зрителей, это уже просто готовое, прекрасное, вдохновляющее мероприятие. Для вас несколько недель, а то и месяцев бессонных ночей в подготовке материала. И, собственно, это ваша личная инициатива, поэтому загружены тоже только работники музея. Ну, конечно, сначала мы придумываем концепцию, к чему, как это будет делаться, с какой целью и в каком сценарном варианте. А потом уже расписывается план и техники, задачи, материалы, которые необходимы. И в итоге мы получаем сегодняшнее вечернее мероприятие. И мы очень надеемся, что мы никого не разочаруем. Сколько ночей уже не спите? Не знаю, но чувствую себя хорошо. По крайней мере, пока выбегаем на адреналине. К которому что начало? Начало ровно в 8 часов. И советуем всем приходить именно к 8 часам, хотя вся акция будет до 10 часов проходить. Но поскольку это будет сценарное мероприятие, будет торжественное открытие, и, собственно, сама завязка, и кульминация, и, в общем, нужно приходить в 8. Нужно быть пунктуальными, да, именно сегодня, в этот день. Не влетит ли в копеечку это одесситам? Нет, это мероприятие абсолютно бесплатное. То есть входной билет. Мы поддерживаем международный опыт того, что в этот день музей свободный, открыт. А насколько вообще сейчас, вот на протяжении этого года, допустим, были активны одесситы в посещении музеев? Стоит ли отметить, что люди тянутся к культуре? Либо этого не происходит? Знаете, я хочу опять отметить, уже не единожды радовалась этому факту, что очень много стало приходить молодежи. И парни приводят своих девушек на свидание именно в музей. Особенно на выходные. Двери не закрываются, вот приходят парами. Молодые люди, как такого достаточно классического вида и образа, так и весьма неформальная молодежь, они приходят в музей, потом, наверное, куда-то идут, есть мороженое в театр, на дискотеку. С какими отзывами уходят? Все в хорошем расположении духа, с хорошими впечатлениями, всем всегда нравится. А чему больше всего дают предпочтение ваши посетители? Вы знаете, по-разному. Кого-то манит искусство Востока, кого-то только западноевропейская экспозиция, а кто-то приходит на проекты современного искусства, которые у нас регулярно обновляются. Давайте вот немного об этом. У нас есть два выставочных зала, которые посвящены сейчас работам одесских и украинских художников. Вы знаете, у нас сейчас вообще несколько локаций именно касательно современного искусства и художников ныне живущих. У нас есть выставочные залы, которые относительно классической направленности, хотя вот недавно у нас с успехом прошла выставка «Сокровища Тибета». Сейчас там выставка заслуженного художника Паникарова, памяти Паникарова. Но у нас есть так называемый «Черный зал», в котором сейчас, сегодня проходит выставка Херлофа Битструпа из фондов музея. Но в августе мы ожидаем большой проект, посвященный старинной японской кукле. Это будет настоящая бомба. Очень классный, интересный проект. Насколько я знаю, вы сотрудничаете также с оперным театром и готовите какой-то очень интересный сюрприз для одесситов. Да, мы стараемся сотрудничать со всеми-со всеми, чтобы наполнять мероприятиями нашу ленту. Но с оперным мы готовим очень большой музыкально-литературный, лекционный проект, посвященный, ну, наверное, вот каким-то очень известным классическим произведениям в современной обработке. Но это будет целый квест, опять же, путешествующих гостей по музею и воспринимающий какое-то композиционное... Это в скором времени произойдет премьера вашего проекта? Сейчас вот как раз идет подготовка. Но театр уходит в отпуск свой положенный летний, и в завершении сезона мы взорвем город. Насколько вообще тяжело бороться с архаичностью в музее? Все-таки для большинства людей это так и есть. Затклые помещения, коридоры, все немного в плесени, идти туда не очень хочется. Это какие-то основы привычной ассоциации с музеем. Но тем не менее, вы это стереотипы ломаете. Насколько вам это тяжело дается? Мы максимально прикладываем усилия, чтобы поломать вот такую вот закоренелую мысль в сердцах людей. И как только человек туда попадает, он понимает, что это все-таки пространство для того, чтобы познавать не только мир, но и себя. Познавать таким, какой ты человек был 100 или 500 лет назад. Потому что зная свою историю, да, а искусство ведь это как зеркало того, что происходит в культуре, в обществе, в политике, в социуме. Поэтому он может так насладиться и классическим искусством, так и поучаствовать. Например, у нас сейчас есть школа зрителя. Каждую неделю проводятся какие-то занятия, где обучают людей очень мягко и аккуратно понимать современное искусство. Не просто смотреть, не просто узнавать о биографии художника, а понимать, почему так происходит. И при этом есть практические занятия, на которых вы можете сами себя попробовать в качестве творца. Какая возрастная категория чаще посещает эти занятия? Эти занятия, это есть и студенты старших курсов, так есть и весьма почтенные люди. Ну хорошо, что искусство не имеет возрастной границы. Абсолютно не имеет. И здорово то, что искусство всегда разное в восприятии. Один и тот же предмет, один и тот же культурный артефакт может играть для вас разное значение и разную роль на протяжении всей вашей жизни. Давайте вернемся все-таки сегодня к музейной ночи, которая предстоит. И немного проанонсируем, расскажем, чем же все-таки зацепят одесситы. Ну, в 8 часов мы открываем двери в мир древней Эллады. Вы встретитесь там с настоящим Минотавром, вы встретитесь с красавицей Ариадной, которая будет, собственно, прятаться в закромах этого лабиринта, и задача будет ее найти и спасти. Вы встретитесь с очень интересными музыкальными коллективами, попробуйте на себя примерить греческий образ, сфотографироваться, выложите это все с хэштегом, и мы потом на рандоме разыграем обязательно большой лекционный... Лекционный... То есть можно будет посетить лекции в течение года, вот мы разыграем такой абонемент. Мы сможем встретиться с настоящими философами, пообсуждать с ними проблему жизни, добра, дихотомию смерти, жизни. Мы сможем посмотреть настоящие дионисийские танцы, мистерии. Попробовать найти свою пару. Даже так. Да, Зевс, Гера, попробовать найти свою любовь, пройти лабиринт Минотавра, посетить греческого астроному, узнать, каким образом греки ориентировались по звездам, и что они для них значили. Ну и, конечно же, само прорицание. Все пропало. Греческая прорицательница погадает вам на любовь. Мы будем заниматься вечером. Скажите, а кто, не то чтобы придумал, кто принимает участие? Это профессиональные актеры, либо это сотрудники музея переоблаченные? Мы стараемся дружить со всеми. Мы говорили об этом. Нам помогает практически весь город. И, конечно же, это мероприятие не обошлось бы без финансовой помощи. И мы благодарны президенту Ассоциации греческих предпринимателей Украины, господину Бумбарасу, который проникся, и выделил нам нужную сумму на приобретение инвентаря, подсветки, ткани. Все будет очень красиво и интересно. Конечно, принимают участие сотрудники музея. Первые люди принимают из себя в гостях, собственно, одесситов, и разделяют с ними свой праздник. Плюс будут участвовать театральное художественное училище, будут участвовать ребята из Ассоциации исторического фехтования и реконструкции «Тангар». Будут участвовать философский факультет, театр. Задействовали максимально всех. Собрали весь изюм с города, по-моему. Мы очень старались и надеемся, что сегодня получится все на высшем уровне. Перемечательно, что это абсолютно доступно. Да, это льготный вход. Вы приходите со своими друзьями, со своими близкими, родственниками и наслаждаетесь сегодняшним днем. Все ли могут попасть в музей, либо есть какое-то лимитированное количество посетителей? Нет, мы не ограничиваем ни по возрасту, ни по количеству людей. Конечно, можно единственное соблюсти какой-то дресс-код, поскольку это античная тематика. Можете попробовать достать свои летние платья, какие-то, может быть, головные уборы, подходящие по тему, и прийти радоваться вместе с нами. Спасибо большое за такое интересное мероприятие. Надеемся, действительно, точнее, уверены, что точно оно нам понравится. И с праздником профессиональным. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли сегодня в гости. Нашим телезрителям. У нас сегодня в гостях была Екатерина Михейцева, заместитель директора Музея Западного Восточного Искусства. Мы поздравляем всех сотрудников музея, и, в частности, вас, с этим прекрасным праздником. Желаем вам самого лучшего процветания, ну и побольше таких вот креативных вечеров. Спасибо большое. Сегодня мы с вами довольно много говорили о музеях по всему миру. Они бывают самые разнообразные. Попробуйте, воплотите свою идею. Если в Одессе уже рискнули открыть музей шоколады, музей контрабанды, музей зажигалок, возможно, и ваша личная коллекция тоже достойна музейной экспозиции. Ну что ж, наше время, к сожалению, подходит к своему завершению. Мы вынуждены с вами прощаться, но ненадолго. До завтра. Для вас работала Татьяна Шлехтенко и Богдан Швец. Мы будем прощаться с вами действительно до завтра. Однако еще раз я напоминаю, что сегодня в Украине все-таки трауры, и нужно соблюдать сегодня приличие и сдержанность для того, чтобы почтить память такого знатного дня. Все, до завтра. Увидимся, а то заболтались. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин